6 августа 1967 года экипаж советского вертолёта Ми-6 готовится к выполнению специального задания. Уже несколько дней на юге Франции не могут потушить сильнейший лесной пожар. Русские лётчики и их вертолёт — последняя надежда Франции. Гигантский Ми-6 уже доказал всему миру, что он эффективнее любых пожарных самолётов. В 17 часов 30 минут экипаж выполняет взлёт и направляется в самое пекло. Обшивка машины раскаляется до 200 градусов. Температура в кабине около 70. Экипажу трудно дышать, но он продолжает работать. Неожиданно вертолёт меняет курс. Глохнет двигатель. Машина начинает снижаться. Ми-6 цепляется хвостовым винтом за горный склон. Ещё секунда — вертолёт охватывает пламя, и он исчезает на дне горного ущелья. На следующий день французская газета «Юманите» публикует сообщение о катастрофе самого большого в мире вертолёта — советского гиганта Ми-6, и гибели девяти членов экипажа. Среди них — командир, один из лучших испытателей вертолётов, герой Советского Союза Юрий Гарнаев. Я был на похороне вместе с Юрой Гагарином. Я видел стонный плач, великое горе всех людей. Сашка — сын его. Он стоял, всклипывал. И горе-то было большое. Мама, супруга, ревела. Ну, это трудно. Хоть мы и привычны к этому, но всё это пережить было очень трудно. Когда папа разбился, от меня это скрывали, мне ещё семи лет не исполнилось. У меня было первое в моей жизни интервью, мне задали вопрос. «Сашенька, когда ты вырастешь, тем хочешь быть?» Я не задумываясь ответил, как папа. Лётчиком, испытателем, героем. У меня никаких сомнений не было. Мне было ещё шесть лет. Он осуществил свою мечту, став лётчиком-испытателем, так же, как и его отец, герой Советского Союза Юрий Гарнаев. «Мне этот бой не забыть нипочём. Смертью пропитан воздух, А с небосклона бесшумным дождём Падали звёзды. А с небосклона бесшумным дождём Падали звёзды.